Эфир телеканала Россия 24 продолжает вести ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте. И коротко о главных итогах уходящего дня. Медицинская помощь теперь рядом в Загудаевке открыли новый ФАП. Производительность труда на ульяновских предприятиях растет, помогают эксперты Центра компетенций. И воспитанники детских садов придумали, как сделать жизнь лучшее своей идеей они представили на конкурсе «Мой проект». Итак, в Ульяновском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. ФАП в селе Загудаевка возвели по программе модернизации первичного медицинского звена. Жителям населенного пункта теперь не нужно будет ездить по каждому поводу в районную больницу. Эдуард Истомин подробнее. В Загудаевке новый ФАП ждали словно манны небесные. Старый давно обветшал, а в райбольницу в Ульшиевку не наездишься. 40 километров в один конец – это не шутки. Но сегодня светлая полоса в жизни. Данный ФАП оснащен самым современным оборудованием, начиная от анализаторов, которые позволяют исследовать гемоглобин в крови, сахар крови, и заканчивая дефибриллятором, который позволяет оказывать экстренную медицинскую помощь. В пункте три помещения – смотровой кабинет, а еще и стерилизационные и процедурные комнаты. Прием пациентов уже ведется. У Владимира Коптелова скачет давление, но сельчанин уверен, что лечат не только врачи, но и новые стены ФАПа. Ой, вы знаете, прям вот как будто бы и болезнь уходит. Честное слово, вот я перед Богом вам говорю. Рады и другие сельчане. Всю жизнь мечтали о таком ФАПе, говорит Зоя Скворцова, а еще медсестра ей по душе сильно понравилась. Мы ждали, мы хозяйку, она у нас приветливая. Мы уже ее знаем, она бывает, нас не бросает она. Илона Сухове окончила медколледж при Улгу. Она сама родом из соседнего села. В Загудаевку попала по программе «Земская сестра». Новое место работы ей нравится. Очень волнительно, да, так как это моя первая работа. Очень красивый ФАП, все новое, очень приятно. Дают хорошие подъемные, на которые можно выбрать жилье. Больше 7 миллионов рублей ушло на возведение нового ФАПа. Еще почти миллион на покупку мебели и оборудования. На открытие пункта пригласили главу региона. Алексей Русских интересовался жизнью сельчан и нового ФАПа. По какому графику вы работаете? Я работаю с понедельника по субботу, с 8 до 2. А уже через несколько минут губернатор презентовал новый ФАП зампреду российского правительства Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Общение проходило в режиме видеоконференц-связи. Всего мы ввели 9 ФАПов за прошлый год. Программу дальше будем продолжать. В этом году еще 6 новых ФАПов откроют. Глава региона напомнил, что впереди ремонт еще более 100 фельдшерско-акушерских пунктов. И область надеется на поддержку федерального центра. Эдуард Истомин, Сергей Свешников. Вести Ульяновск из Ульяновского района. 13 ульяновских предприятий подняли за год производительность труда. Все они внедрили в компаниях систему бережливое производство. Сегодня оптимизация рабочих процессов продолжается и в других организациях. Им помогают федеральные и региональные эксперты центра компетенций. На старт, внимание, смена! Отсчет пошел. На фабрике процессов детали соединяются не просто в готовые изделия. Они собираются по новым методикам, экономя время и сокращая потери. Учебная смена на деле знакомится с системой бережливого производства. Штамповочный цех, где Марат Хисамудинов, главный инженер, модернизировать технологические процессы и оптимизировать логистические потоки, начал с региональным центром компетенций. Как раз это и есть моя основная деятельность. Пытаюсь наводить производство с помощью визуального менеджмента, инструментом 5С, пользуемся, пытаемся внедрить, внедряем точнее. За 8 часов на импровизированной площадке, которая погружает в реальные процессы, ученики узнают главное, как через модернизацию рабочего места и устранение издержек повлиять на увеличение объема продукции и на улучшение ее качества. Потом мы постоянно с ним находимся в контакте, также в режиме онлайн, так сказать, с ними обсуждаем какие-то уже возникающие вопросы у них на рабочих местах, они всегда к нам могут обратиться. Сегодня 17 ульяновских компаний вошли в национальный проект производительность труда. Ульяновский завод «Автокомпонент» за полгода сумел увеличить объем производства карданных валов на 18%. С помощью федеральных экспертов на предприятии провели полный анализ рабочего процесса и выявили слабые места. Внедрили систему 5С, построили, сделали производственные анализы и провели всю диагностику всего времени процесса. Разделили операции на нужные и ненужные, и, соответственно, сконцентрировали на рабочих местах только те операции, которые реально приносят добавленную стоимость продукта. Еще 37 предприятий региона выразили готовность стать участниками нацпроекта «Производительность труда». Ирина Шмыгова, Марина Тимофеева и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Воспитанники детских садов предлагают свои идеи, как сделать жизнь лучше. Самые достойные работы представили на конкурсе «Мой проект». В нем приняли участие 70 детей из разных регионов страны. Они осваивают Марс и предлагают идеи, помогающие облегчить работу пожарных. И это в пятилетнем возрасте. Лучших на всероссийском конкурсе «Мой проект» определят в шести номинациях. Проекты очень разноплановые. Они касаются и социальной жизни, причем социальной жизни в таком большом объеме. Они представляют нам практически бизнес-планы. Бизнес-план, например, для того, чтобы люди не уезжали из рабочих поселков. Это, считай, проект в проекте. Они смотрят в будущем. Они работают в художественно-эстетическом направлении. Они много изобретают. Им очень нравится ребятам, естественно, научное направление. Параллельно идут два этапа. На заочном видео в формате свои проекты презентуют участники из соседних регионов. Очный для воспитанников детских садов Ульяновска и других районов области. Здравствуйте, меня зовут Чудзов Алексеев. Мне 5 лет. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Любовь. Мне 5 лет. Мы посещаем старшую группу детского сада в Алгарии. В нашей группе очень много разных игр. И мы с ребятами любим все вместе в них играть. Но часто до свистекан спорят, кто будет ведущим. Тогда мы со всеми ребятами стали забирать копейку считалок. Вид, состав и стилистические особенности считалок. Все, что ребята узнали о стишках, найдет отражение в сборнике. Его уже создают вместе с родителями. А благодаря проекту «Фруктовая батарейка» не только его автор, но и все его одногруппники в 5 лет имеют представление о том, что такое электричество и какие материалы легко проводят ток. Савелий очень интересный ребенок. Еще летом он заинтересовался проблемой, есть ли во фруктах и овощах электрическая энергия. Потому что, прочитав книгу Носова «Приключения незнайки», он задумался, а как коротышки добывали электрическую энергию. И вот он начал летом на даче проверять все фрукты и овощи, а осень рассказал мне о результатах своей работы. И у нас получился такой проект. Лучшие исследования войдут в сборник проектов. Его издаст и распространит как методическое пособие для дошкольных учреждений партнер конкурса «Ульяновский государственный университет». Ульянара Шарипова и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. В Ульяновске дали старт выставке конкурсу «Симбирская книга». Это мероприятие стало ежегодным и проводится уже в 19-й раз. В этом году свои издания на выставку представили 75 участников. Это 36 индивидуальных авторов и 30 региональных издательств. Впервые у нас участвуют целых 9 регионов участников. Это из Алтайского края, Республика Татарстан, из таких городов, как Москва, Пенза, Нижний Такил, Самара, Киров. Они представили свою продукцию, которая в дальнейшем останется в фондах Дворца книги. Конкурс пройдет в 13 номинациях, главной из которых станет выбор лучшей книги 2021 года. Пять десятков мероприятий, запланированных в рамках выставки, помимо Ульяновска, пройдут в Димитровграде и других районах области. Гостью мероприятия стала Ольга Фалер. Москвичка презентовала ульяновскому читателю книгу «Женщина. Война. Победа». Это книга о женщинах, которые защищали нашу страну, которые оставили все, что у них было, и пошли, соответственно, в бой за нашу Родину. С 1812 года она рассказывает об истории вооруженных сил и о значении, в первую очередь, женщин в победе над великой бракой, в Великой Отечественной войне. Выставка-конкурс «Симбирская книга» продолжит свою работу до 15 апреля. Гульнара Шарипова, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. По страницам новых изданий и бестселлеров сегодня программа «Арт-студия» посвящена открывшейся в Ульяновске всероссийской выставке «Симбирская книга-2021». Смотрите программу Виктории Дроновой сразу после выпуска новостей. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание и желаю вам приятного вечера. Берегите себя. Субтитры предоставил DimaTorzok